я там влезу двигайся влезу я прокачусь на машине на хорошей дорогие друзья доброе утро всем вот у нас получается паша калмыков паш привет привет приветствую дмитрий на как фамилия тимофей дмитрий изъявили помочь короче нам вывести наши получается несанкционированный свалка в чертаке на своей машине вот паша на грузовичке японском как называется мишу бичи митсубиши вот у него аппарат а вот паша молодец короче поможет вывести на мусор вот мы едем а также коллектив магазина меч для всех попросил своих работников вот быстренько едем вот получается друзья тут надо еще прибраться вот она получается дорога на чины вот видите еще не убрано здесь вот не убрано так что приходите помогайте люди помаленьку приходят видите сами до этого приходила гражданин еще в том числе вообще сказал тайны короче не освещать его фамилию помогал здесь убираться сам наши груды бригады бригаду нашего видели до этого мужики приходили там с улицы рабочий даже вот так вот мешок тут этот адрес мы полностью видеть и сейчас уже все здесь убрали уже мы вот чисто помните я снимал видео здесь было грязно а сейчас чистите видите уже мусора нет едем дальше вот этот лес мы тоже полностью очистили весь единственно что часто надувает туда все того получается этого карьера где на сваливали туда надувает немножко еще целлофан это и так тому подобное так вот мы сложили получается эти деревяшки вот он лес видите уже вон там бутылка валяется опять вот лес видите вот он почти чисто но опять надувает он там только есть деревья сухие видите а вот вот мы видим мусор уже вот мусор это тоже в кучках мои парни сложили 10 видите вообще не убирался еще никто так что работа много приходите фитнесом заниматься спортом очень полезно здоровье вот виде не убраны еще так вот они наши мешки это прямо так подъезжает к любой подъезжать и все вот эту сейчас кидаем сейчас сколько тонненько всего четырех тонненько вот видите наши мешочки вот получается первую машину мы возили газика всего лишь один газик вывезли пока пока что собираем мешки вот вывезли получается помог нам глава мэр наш шибчин николай викторович вот бесплатно предоставил газик хотелось бы от него еще видеть участие его помощников его людей общественно чтобы он привлек все-таки глава ему проще и вот так вот берем мешочек вот так вот так вот так вот кому-то слалый по два отпада мы будем таскать так осторожнее до руки не пораньте бутылок водки очень много народ у нас народ у нас маленько пьет российский зато никто не может победить кто у нас тут вот получается алексей галдин саша муслаков зимин эдуард жители все от челтака паша ты на какой улице живешь паш на какой улице живешь то рабочая видите у человека мусора нет здесь получается он сюда не вывозил сто процентов а приехал помочь потому что посмотрел наш на ю тубе и водоклассниках канал и постоянно паша мне писал и оставил лайки там в одноклассниках так что друзья тоже кто смотрит помогайте я пока буду отсюда подальше брать помогать и снимать тоже на тоже это роль важная сами понимаете что привлечь общественность надо снимать видео выкладывать соцсети соцсети вообще помогают решать вопросы наши социальные вот такая погода у нас солнышко сегодня у нас доски запрыгну туда к пашке чтобы успевать о вот у пашка к грузовичок конечно пакета потом еще мы сформируем то порвался не надо лёха сложим его заново о кому нужно резиновый сапог бесплатно отдадим приезжайте на свалку вывезем все это на свалку в таволгу сторону таволги официально свалку за киштовку здесь нет свалка здесь есть вот он лес вот они дома красивые здесь люди живут он буквально сто двести метров уже сейчас я покажу пока матешки грузит куда вам приходить еще можно прибираться вот смотрите так вот машина мотоцикл в наших матерях так вот пожалуйста мусор очень много мусора получается вот здесь от этих домов особенно ладно как это в карьере там счет как бы это терпит потом все но берем много мусор вот видите здесь вот люди гуляют с ребятишками вот сколько здесь жители живут вот видите сколько жителей новая улица новые молодые семьи соответственно их ребятишки только ходить осторожнее потому что могут быть гвозди видите вот палки тоже старая палка я скажу тоже осторожно подо мной все просто он трещит скрипит видите уже под травой мусор но еще убирать можно трава еще не выросла недели две можно еще смело а потом уже проблематически когда будет трава уже такая больше метра некоторые трава некоторые полметра будет вот видите сколько мусора вот приходить мусор сухой ничего страшного даже может голыми руками убирать я всегда почти работаю голыми руками без перчаток по привычке с деревни вот видите гвоздь ребятишки могут исходить наколоть ногу не дай бог заражение пойдет сами знаете были случаи том числе и смертельные заражение ног получается под банка виде стеклянные можно напороться вот получается мусор все работают скажу добровольно даже работники магазина миша попросил их они добровольно работают поможете поможет не поможете вам что видите вот смотрите тот сайдинг белый сами знаете кто это привезли друзья утеплитель так что перевоспитывать я никого не осуждаю боксом судья вот здесь у нас опахана потому что часто пожары идут с леса и дома пахи среди сколько домов вот молодые семьи живут это одна улица вон там еще одна улица ведь он вон она все это дома уходит сейчас в лес постепенно строить все-то застроиться постепенно сами знаете деревня разъезжается каштовка нас расширяется а вот уже в сторону пахом поэтому приходите вот она получается улица вот она целинная это у нас уже получается юрченко вот волкова короче вот она остановку тут получать заезжать очень легко от вы дорога вот на дорогу сюда подъезжаете вот спокойненько я дорогу показывал и вот мешки с собой перчатки вот он получается мусор видите сколько полторашки майонезы фейри консервы вот она это надо все прибрать потом надо вокруг каштовки все прибрать это свалка закончим сегодня николай викторович обещал короче возле старой заправки прибраться тоже если что видео с ним вот она дорога видите очень хорошо можно сюда подъехать без проблем и вот они дома так ну все мальчишки загрузились уже вроде или может просто переезжает на другое место также обращаясь ко всем руководителям района главе района главе сельсовета каштовского другим руководителям приглашайте на субботники сюда людей своих организовывайте машины и так далее чтобы не только мы общественность граждане хотя мы все равны вот по конституции что глава района что я мы все равны что там иванов сергей что там саша маслаков мы все равны мы все стараемся чтобы было у нас для людей экология еще раз говорю что официально заявляю мне реклама никакая не нужна работа у меня есть работа меня неплохая сами знаете поэтому это чисто делается что у меня же терпение кончилось эти живу уже каштовки 41 год каштовском районе вырос деревне родился деревне поэтому меня раздражает уже просто сил нету может возраст уже такой стал уже вот 42 года почти поэтому терпение кончилось моё видите эти острота дети растут наши здесь наши родители живут осторожнее сходить смотрите переверну хотя бы надо все тут убирать видеть сколько вот они фунфырики знаменитые поскольку стекла осторожнее будете ходить сапоги лучше с толстой подошвы одевайте лучше какие-нибудь кирзовые или берцы вот мальчишки прибираются вот процесс идет вот уже почти полная будка друзья еще разговаривал я вчера с головой шипченом и калориктору игру можно потом убрать мусор здесь вот большим бульдозером грейдером все разровнять будет аккуратный такой представляете лес такой аккуратный такой будет как карьерчик такой можно кататься здесь на мотоциклах на квадроциклах на великах отдыхать сидеть здесь может кабинки поставить такие для отдыха рядом трасса пожалуйста городские приехали видишь у нас такая красота в каштовке это же лицо каштовке это место карьер если нужно там кому земля как в дальнейшем может чуть дальше сделать уже грубо говоря там официальный карьер видите как здесь копают но так некрасиво конечно все эти составлять вот видите сюда и мусор витя кидают вот видите там лужа может быть из какой-то мини озеро сделать потому что вода дискапливается сейчас я вам покажу она потом вода отстоится все это может сделать профилирование или как там называется грамота я не строитель я юрист вот вот видите вода вода сюда можно даже сделать и рыбу запустить хоть что ну то есть прошу глав районной каштовки вот обдумать этот вопрос вам решать вам организовывать командовать мы тоже конечно можем людям вот так вот сделать все общественно но я думаю что вам лучше решать так уже почти полная машина вот кучу наши эти кучи размеров человека мешки они не тяжелые берешь как легко пенсионеры пожалуйста приходите вот эти легкие мешки закинула можно оттуда заехать с трассы как мы заезжали можете вообще на асфальте машину вставлять пришли пособирали 3-4 мешка собрали он ведь сколько там что мусор и вокруг карьера мусора хватает тут еще машин на 30 до 40 таких может быть а может больше не знаю но уже 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 видно что подается уже видно что чистота так ну все надо машина закрывать парни всем спасибо большое общественно бесплатное дело как пионера раньше комсомольца тимура его команда лег у нас старший так ну вот уже даже колеса у промялись трессоры почти выпрямляется от груза грузовичок вот так вот бывший вот он центр каштовки вот она вышка кто не знает ориентир покажем вам дорогу до свалки сейчас паш свернет вот биржа вот стоят наши безработные не хочет работать вот церковь не понимаете кто на бирже стоит работа море в каштовке бери те же самых две три свинюшки две-три коровы молоко мясо на распаду у населения уходит магазин протока вот раздав давно стоит бизнес закрытый продается малому бизнесу каштовки кирдык почти потому что население падает деревня разъезжается так что приезжайте деревня свободное для жития домов море пусты заниматься сельским хозяйством сейчас в россии очень выгодно спрос огромный на мясо на молоко на творог на сметану потому что магазина все это некачественно сами знают вот спорткомплекс построили на дорогах какая-то у нас природа трамвай у нас не ходит поэтому женщина пешком уйдет с больницы как обычно сами знаете многие ходили деревенские вот она наша дорога до центра вот она и здесь дорога дамбу сделали дома с вашей едем всего напарником помощником молодец не отказался спасибо тебе большое не сказал что там у меня рука болит меня там занят молодец россияне настоящий с тобою разведку пойду тоже с пашкой тем более пашка потому что давно уже написывает лёха когда поедем вывозить то некогда то 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 все то некому помочь нам было то вчера у меня мальчишки разъехались по деревням на развозке то выходной вот она девочка идет тоже видите тоже не пешеходной дороге ничего не тут тоже надо все это дело организовывать и асфальт здесь то что опасно вот полиция милиция стоит и дежурит молодцы ребята и сразу машина аккуратно едет потихонечку вот она наша больница посмотрите кто давно видел отстроенная большая ребята дежурит или ахметов наиль молодец уже много лет полиция дежурит работает милиция этого работал захочет среднюю школу милиции новосибирскую потом на реше выше заканчивал точно не знаю молодец хорошо работает много лет уже жена на скоро у него будет двадцатка 20 лет стар так вертарка автобус приехал началь заехал для кроссовиком вот она больница вот видите какая-то огромная больница у нас вертыштовка так что приезжайте лечиться есть где раньше было помните маленькая кроссовка отстраивается а вот деревня жалко вот видите дрова красивый это у нас лангер построил молодой парень когда был заводом жение жение лангер до стыну для они до юрича вот у нас . и это андрея архипова откачивает канализацию эту организация раньше как бмк же называли бмк ну сейчас она развалилась там почти ничего нет ну вот едем дальше это пошла дорога у нас получается таволка еремина большеречье молокосноярка сверла озеро данилово также инвесторы пожалуйста обращусь к инвесторам вот пожалуйста дорогу можно организовать сделать если будет как бы у нас развита инфраструктура еремина можно вот пожалуйста там хозяйство забирать организовывать никакого там считания колхоза не совхоза не фермерства ничего нет большеречье вот тоже самое нету руководителя в этом году не могут руководители найти пожалуйста поля огромные занимайтесь сельским хозяйством вкладывайте бизнес путин сделает вам дорогу потому что делают дороги например сергей если построили там кирешковый завод производство есть то туда делаю щебеночную хорошую дорогу очень активно делают здесь можно вообще сторону дадилово озера сделать курорт гостиницы мини гостиницы классное озеро карбалык то есть озеро есть также нету ни одной гостиницы пожалуйста сделать можно организовать круглогодичный отдых то есть с врачами с медсестрами как бы как положено процедуру проводить массаж и там гидромассаж и ванны там разные лечебные вода у нас сибири очень качественная в реках в озерах тем более озера эти пять озер это вообще метеоритное происхождение вот природа обалденно сейчас деревья все эти на спустится также еще надо бороться нам шелкопрядом с этим вот нынче стакановский депутат с новосибирска вот поднимает этот вопрос потому что раньше при советской власти обрабатывали здесь у нас получается леса и поля с самолетом а сейчас ничего не обрабатывается денег в бюджете видать нету россии на всю в сибирь и так далее поэтому шелкопряд развивается и съедает всю листу в прошлом году весь лес съеденный так вот пештовский район написано в указателе табличка так это дорога на озера тоже вижу мусор там есть вот мусор валяется вот мусор но это видать на свалку везут разлетается так что надо чтобы было закрыто тентом вот подъезжаем уже тут буквально три-четыре километра вот она свалка официальная сюда друзья привозите свой мусор на наше видео поможет вам понять кто-то может не знает кто-то может молодые еще не знают так вот здесь поворот здесь тоже будет надо убраться тоже уважаемые главы посмотрите сделайте замечание кто здесь убирает смотрите здесь так вот на обочине некрасиво люди едут на данилов и смотрят на это тоже видите все завалено вот сюда сгребает надо и вот это вот тоже все убирать сгребать вот тимит горит сейчас мы постараемся поближе подъехать чтобы и колеса не проколоть аккуратненько по дороге чтобы по дороге тут все равно все гости уже укатаны и все стекло и все бутылки все железяки вот сколько мусора гора ну ладно хоть здесь но никак не надо все это дело в лесу кидать как вы возите никого мы еще раз говорю мы не осуждаем но надо меняться исправляться сейчас тем более есть указ союз у нас спасибо рящикову предприниматель пришел зашел в наш район как композ организовал плюс еще мусор организовал сейчас у нас по композу все коммунальные вопросы в принципе закрыты вот еще бы сделать отопление в челтаке вообще было бы классно вот тут все мы приехали так парни расщепляется так надо раскидать потом маленько отъехать до что под колеса не навалило неудобно снимать не подойти там вот кто-то привез молодцы сюда люди видят бревна хотя это тоже можно распилить дома использовать на дрова баню топить свиньям варить вот так мы работаем вот видите тоже лес так что люди надо это осознать все осознать это понять это люди подумайте себе в голове просто так вот сосредоточься людям нашим здесь будущим людям это то есть не принимается друзья много кто отмазывается много там кто комментарии грубо говоря там пишут думают обо мне плохого там может быть мне не важно думайте но я буду заниматься уборкой я занимаюсь этим это уборка с детства будучи жил жил когда в сергеевке вот мы не допускали получается кто-то мусорит возле озера когда мы рыбачили сам никогда не кидая мусор ни с машины не в машине вот машине например раз прибрал потом домой в мешок и потом на свалку вот том числе занимался когда жил на цели на двухэтажке постоянно организовывал ребятишек взрослые не выходили почти никто да никто не выходили ребятишка потом покупал и мороженое так же как сейчас здесь нанимая людей вот плачу им получается со своего счета с магазина меч вот получается на питание много они не люди не просят просто пришли помогли вот по 5-6 день люди помогали реально вот на еду на сигареты сразу с утра вот просят они дали алексей на сигареты чтобы нам денежек и потом на питание в конце рабочего дня по 5-6 часов они работали вот видите сколько мешков убрали мы сами видите и там целый горы и сколько надо еще прибраться так что же друзья никому не желая плохого добра мы люди православные кто-то мусульмане мусульмане там тоже а призываю вас приходите потому что у вас напротив строится кладбище я разговаривал уже в том числе с молодым сабитовым он сказал алексей без проблем камаза дам я говорю давайте сами тоже приезжайте на камазе пособирать я тоже не могу все организовывать меня тоже есть своя работа вот я не могу сутками заниматься здесь сами понимаете часами мусора много еще не только на этой получается в челтаке она и центре очень много за центром ведь везде вот мусора много сами знаете где видите мусор организовывайте берите одного человека два семью свою там ребенка двух детей своих троих и пожалуйста еще раз прошу с нами бог давайте удачи всем здорово берегите себя не ругайтесь если вы поругались то быстро помиритесь пожалуйста сядьте за стол переговоров пойдите соберите вместе мусор работа на укрепляет семью дружбу отношения между детьми дети оторвутся от компьютеров от смартфонов вот на мальчишке уже видите накидали какую гору вывезли с леса вот такая проделана полезная работа бесплатная не все за деньги вот пашка абсолютно бесплатно приехал на своем грузовике свое время вот так что уважайте цените калмыкова павла хороший мальчишка